МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федя, кто мы? Куда мы идём? Сейчас заценим, что там за слёт. Никогда не был на таких джемах, блядь, больших. Всем привет, ребят. Здорово, мы что-то припозлились. Ну, как смогли. Какой экшен. Привет, ребят. Здорово. Олег. Максим. Саша. Максим. Федя. Что, места есть свободные? Мы рассвет сегодня в 4.20 встречали с музыкой, с джубелькой. Солдышко светит хорошо. Ну, а вечером было очень-то очень холодно ещё. Вчера? Офигенно тепло было. Мы вскрыли этот готический домик на Юзе, который напротив частной школы. Думали, там всё по классике, прям внутри историческое здание будет. Нифига, там уже все коммуникации проведено, всё в газобетоне. Полазили, ну, 20 минут, там датчики движения, ну, какого-то, и съебались побыстрее. Ну, ничего, никто не приехал, нормально? Нет, никто не приехал, мы ещё все замки обратно повесили, якобы-то не уехали. Продолжение следует... Граффити в какой-то момент чётко дало тебе понять, что даёт тебе понятие, что ты бесстрашен. Ну, типа, потому что ко мне было 15 лет, я везде тэгал, жёстко прям, выносил там автобусы, всё, до первых пиздюлей. Как только мне дали лютую затрещину, что я аж вылетел из этого автобуса, я попустился. Что было? Ничего не было. Не было ни журналов, ни интернета. Ну, и как-то мы где-то какой-то материал находили, и это, на самом деле, является хорошим объяснением, почему столько людей сейчас, которым там 35 и больше, выросло своим собственным стилем. Когда ты художник, особенно граффити, ты, ну, как бы, вот примерно понимаешь, как действуют все остальные ребята там, ну... А тут я пришёл, я думал, блин, ну, это какой-то чувак, скорее всего, там, ну, ну, либо из-за границы, либо, ну, максимально не вписан в контекст, который на тот момент сложился в петербургском диаспоре граффити художников. Я охуел, и мне... Я такой, блядь, да ладно. Я ходил в этот садик, когда был маленький. Сейчас уже никто в него не ходит. У меня здесь неподалёку дочка ходит в бассейн, и я несколько раз отводил её в бассейн, и у меня был час свободного времени, и я приходил сюда с краской и рисовал. И шёл забирать дочку. Прикольная тема. Не, ну, просто это всё, на самом деле, грустно именно в том, что... Если его восстановить, это крутой, мне кажется, может было оставить сад. Но раз уж мы транслируем понятие трещины уже долго, то вот она, трещина. Трещина пошла, значит, уже можно рисовать. Шары ближе к метро Купчино, Колпино дальше. Колпино — это где Пушкин, Павловск. Да, я рос, это была столица наркомании, окружённая всеми зонами, как бы детской колонией, женской колонией, просто колонией. На данный момент там находятся кресты, но, сам понимаешь, кресты — это не то, что там вокруг них страшно ходить, там, как бы даже интересно посмотреть. Мне не нравится. Ну, мне нравится. Хочется с этого ехать, не получается пока. Хорошего достаточно, на самом деле. Ну, и нехорошая есть. Сейчас есть такая, это же был раньше рабочий район, заводской, там строили очень много парков, ну, чтобы людям было чем дышать хотя бы. Заводы не работают, парки остались. Ну, вот раньше в этих штуках хранили сено, загон. Там был коровник, соответственно, нашего района, вот у этого. Я просто раньше жил там, жил там, был такой характерный вечный запах. Ну, и круто, это же такой аутотренинг, типа, побыть. Ещё? Побыть просто такое. Ну, как вот, ты сейчас жителю там Невского проспекта легко ему прийти куда-то, где никого нет. Максимум, если он авантюрист, он может там на крышу вылезти, посидеть. А у меня полно мест, где ты можешь практически один находиться и рисовать, кайфовать. Я больше один люблю рисовать. Кто у тебя лучше всего получается? Ну, у меня получается разъявляться люди. Люди? Давай людей. Здесь можно. Ну, на поезда я там никого не брала, хотя я просила. Ну, когда вот раньше по молодости, мне всё это нравилось. Ну, так здорово, так круто, наверное. Ну, говорила, что мне там всё-таки опасно, нужно бежать. А я бежать, я так себе могу. Вот. А если поймает меня, он уже не останется, ну, не бросит меня, понятное дело. Вот. А куда-то так вот, ну, где-то вот такие стенки рисовать, да. Ну, мы ходили раньше постоянно, ездила с ними, с ребятами вместе. Да, она уже говорит. Это мой папа нарисовал на площадке. Он палит меня. Смотри, улыбается какой-нибудь кружочек. Надеюсь, это такая зябра тоже. Сейчас просто не так вот уже, ну, ребёнок уже никак не съедет. Ну, конечно, хотя всё равно хотим, хотелось бы поехать. Но это сразу нужно думать, блин, что взять, вот с собой этот ребёнка, там хочется поесть. Вот с кучей планов сразу. Большой чемодан надо брать с собой, даже если куда-то поехать на какую-то стенку, ну, подфинский, там, да, залив, грубо говоря. Поэтому нет, сейчас я не езжу, конечно. А тогда, кстати, поймали нас, когда мы вдвоём рисовали, вернее, не мы рисовали, он рисовал, я просто присутствовала. Как раз когда мы на Лиговке жили, и не помню, откуда мы шли, но шли мы такие изрядно подпитые. И в итоге Максим решил порисовать где-то там во дворе на Лиговке. Ну, мы заходим, темно, и в полночь это было лето, да. Он рисует, я, наверное, должна быть на пальве стоять, но я не помню. Ну, почему-то я отвлеклась, и тут буквально моменты поворачиваюсь, то есть он продолжает рисовать, и тут уже мусора подъехали, прямо вот стоят рядом с нами и такие опа. Я на минуту забыл, блин, где мы с вами были днём. Ну что, ты подъедешь, не? Слушай, я беру маленькое ведёрко, типа, да я подрубил тут просто краски на мазе на одной. Я не так часто в таких местах рисую, но всё равно есть такое понятие, как хофф, да, потому что никто легально не отдавал эту стену, но всё равно мы здесь рисуем всегда. Зачем-то это закрашивают, мы снова рисуем. И это так называемый хофф, то есть, ну, это аббревиатура, да, Hall of Fame, такой коридор славы из Штатов. Пришло понятие. Да, частенько встречаешь, с кем-то знакомишься, с кем-то, если видишь куски и не хочешь знакомиться, не знакомишься, рисуешь рядом. Ну, просто разные есть случаи. У меня как-то был прикол, что я просто с чуваками познакомился, мы порисовали, нас задержали копы потом, ну, просто посмотрели краску, ну, так посмотрели, ладно, нарисовали, фиг с вами идите. А потом оказалось, что у чуваков на кармане было, там, пять грамм. И, ну, я вообще против наркотиков, и я был бы не очень рад, если меня с ними задержали. Поэтому всё равно стараешься рисовать с проверенными людьми, с людьми своего круга, да. Если ты не употребляешь наркотики, то тебе хочется быть уверенным, что у человека тоже нет никого говна с собой. Надо... надо сделать два маленьких колобка, чтобы брать рекламу наркотиков. Просто я понимаю, что это точно не... не газовая компания продаётся. По сравнению с другими странами, где я был и путешествовал, в России очень серьёзный, сильный, так называемый баф. То есть это замазывание граффити, перекрашивание стен, да, в их первоначальный цвет или даже подвещающийся по оттенку. Прям этот баф, он молниеносный, вообще беспощадный и очень масштабный. В таких случаях, ну, если уже ты думаешь, что ты хочешь навести порядок, ну, закрашиваешь там полностью. А тут они как будто понимают, что они делают полумеру. То есть, как бы, мы закрасим, но зачем нам полностью, если вы опять тут всё нарисуете? Возьми... добавь сиреневику. Ну, и все эти шутки про то, что это последователи ротка, типа вот это рисование прямоугольниками. Но, видишь, это стало отдельным, отдельным направлением. Многие художники работают с бафом, я в том числе. Нормальная тема — это как раз то взаимодействие с городом, которое даёт новые какие-то всплески. Ну, просто вот как горох об стену и для них, и для нас просто. Мы-то получаем удовольствие от того, что мы делаем, а они, я не уверен. Так везде, в принципе, да. Но в Европе немножко по-другому. Там просто в определённый момент экономическая система так сложилась, что люди не готовы были платить за то, чтобы перекрашивать. Здесь на этом построен нелегальный бизнес государственных структур всяких разных. Поэтому всё закрашивается. Ну всё, всё. Чё тут выдавливать? Знаешь, когда иногда паническая атака бывает, когда я понимаю, что это что-то пизда-то я придумал. Бля, 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 надо! Я сажусь рисовать и понимаю, бля, сейчас стрельнет. Я сейчас это... Я вот это, если сейчас сделаю на улице, это вообще все закатию. У меня начинают аж ручки дрожать. Заебись. Когда ты дрессовал и у тебя краска закончилась, самое главное — это пробить банки. Я думал, надо сделать так, чтобы оружие перестало быть оружием. Ну, это военная вся история. Она всегда была военная. Там была какая-то тюрьма, были пороховые склады в 90-е. И там тут было военное хранилище, это всё принадлежало, по-моему, министерству обороны, может, до сих пор, не знаю. И, типа, вот его 10 лет назад забросили, расформировали часть, которая здесь была. Я вот начал всех обзванивать, говорю, парни, есть такое место, типа, изучил там историю про него. 19 века здание, бывшее военное, типа, и, судя по всему, вообще тут никому ничего не надо, глушу, очень красиво, типа. Просто, ну, типа, это исследование города, по сути там, живём в нём, многие люди, да, не знают нифига. Блин, здание, там, ему почти 200 лет, там, камин, оно полностью наше, типа, крутое времяпрепровождение. Если вы в Петербурге полезете во внутрь какого-то заброшенного здания, я думаю, граффити или какой-то вид уличного искусства вы там найдёте сто процентов. Я просто знаю, что там сейчас делать, и это значит, что поверх вот этого ресурса. Бля, мы носик и глаз оставим, остальное подправим. Слушай, я отношусь к этому абсолютно нормально. У меня вообще пофит на любой свой рисунок, который я нарисовал. Всё должно вот так вот наслаиваться. По-другому никак. Поэтому сейчас вот наш прекрасный Стас Бакс открыл легальную стену. Я думаю, что там иногда не то, что по дню, там по полдня они будут висеть рисунок. Я уже вижу какие-нибудь майские праздники, или хорошая погода, первые выходные дни. И одни приехали нарисовали, а вторые уже в очереди стоят. Давайте, парни, фоткайте, и мы погнали дальше. Когда много рисуешь, у тебя к вечеру вот есть такое ощущение жара. У тебя вот температура, но ты как бы трогаешь, а температуры нет. Есть жар, то есть кожа горит. Слушай, на самом деле он вообще такой параноик немного в этом плане. Постоянно ест сладости, у меня сахарный диабет. Он каждый раз находит какие-то причины, гуглит там постоянно, что там у него очередная какая-то болезнь. Профессиональная болезнь, проблемы с легкими. И я боюсь ошибиться то ли с печенью, то ли с чем-то, если ты, если у тебя постоянно руки в краске. Потому что это токсины, они через кожу попадают то ли в печень, то ли в почки, я не помню. Окей, это все круто, но когда в нашей стране там у нас зимой до минус 20 градусов, то там в резиновых перчатках вообще не вариант рисовать. В каких-то теплых ты не чувствуешь банку и ты сегодня психуешь, иногда стягиваешь эту перчатку. Слушай, я не могу сказать, что на мое здоровье скорее, ну и психологическое, и физическое повлияло не то, что баллон использования, а сама, так скажем, структура граффити жизни. Да, потому что на протяжении там с семнадцати до двадцати трех лет я одну-две ночи в неделю я не спал. Ну и рисует он больше дома. Ну либо там холстили свои дома, либо вот он рисует на улице стреты. То есть даже один выходит рисует, либо там какой-то там чувака берет одного. То есть с большими компаниями уж такого нету. Может, я как-то не знаю. Но вообще давно такого, мне кажется, не было. Да, я последние два года стал, перестал, так скажем, рисовать какие-то места, из-за которых у меня могут быть проблемы, но с оговоркой перестал, перестал под именем Максим Има рисовать. Ну, в общем, все-таки было ответственно, мне кажется, в принципе. Ну, да, с друзьями Евы, конечно же, он какие-то вещи там… Прям там не всегда он рисует, там какие-то опасные места, может быть. Он, бывает, так подумает лишний раз. Причина просто была года три назад. Мы с известным художником Кириллом Кто, будучи в подогретом состоянии, прошлись по центральной улице и потегали, просто порисовали какие-то свои рисунки. Но нормально так порисовали, то есть ролеты там, стекла, везде поднасрали. Вот, и через два дня ко мне пришли на работу. Ну, я поехал, встретился. Ну, ребята адекватные оказались, уже подуспокоились немножко. Вот, ну, они поставили меня на фармуху. Ну, в итоге по своему корявому пьяному граффити, ну, меня и Кирилла Кто, сделали со Стасом Баксом оформление им бесплатно. Интересно, что эта вещь до сих пор висит. Это лет пять, наверное. Она до сих пор висит, это вот улица Некрасова. Никто, никто даже не тегает. Хотя вокруг все жалюзи убиты максимально. Ну, на самом деле это было хорошее происшествие, да. Но это дало мне понять, ну, я не хочу, чтобы это пафосно прозвучало, что я уже, ну, слишком известен в Петербурге, что уже не получится так рисовать везде, и чтобы никто о тебя не знал, да. И пора что-то как-то либо попуститься немножко, да, и поменьше делать как бы в городе что-то. Мы находимся в курортном районе на заброшенном кинотеатре. Мы здесь уже второй раз рисуем. Это район очень богат на крутые места. Ну, вы видите, наверное, сами. Вот, мы любим находить такие места, рисовать. Это просто теория выбитого окна. Ну, я думаю, все ее знают. Да, если за одно окно выбито, значит, будут выбиты другие. И я считаю, что в историческом центре, ну, если за недвижимостью, так скажем, никто не ухаживает, то рано или поздно это приводит к появлению граффити. Слушай, раньше вот, на самом деле, я как-то переживала, потому что поймать могли. Ну, вот раньше, только он когда-то поезда раньше рисовал. Только когда начали встречаться, как раз он там усердно рисовал поезда, ну, там была команда своя, и вот антритически уезжал, и мог не приехать с утра. То есть я знала, если он не приехал с утра, я звоню, ну, беру телефон, звоню, он не берет, он, блин, ну, все, наверное, мусора поймали. Было, но нет такого, о чем можно рассказать. Я достаточно политичный человек, я не люблю вот этот, там, ментовской беспредел. Мне повезло, наверное, я никогда не связывался с ментовским беспределом. Как-то мне попадались нормальные сотрудники, всегда все было в рамках закона. И когда меня просили, я был вынужден ответить по закону, я отвечал по закону. Сколько нас было в пансионате Репинском? Восемь? Шесть. Шесть человек нас было. Ну, как, у нас всегда все просто происходит. Созвонились, договорились, примерно обсудили, да, чтобы это не было лебедь, рак и щука. Я рисую там валиками, я рисую баллонами, я рисую тем цветом, я рисую этим. Все, и приехали, сделали. Опять же, на месте все немножко поменялось, но это такой вход в игру, ты что-то можешь планировать, обсуждать. Но очень часто это не работает. То есть мы же все равно такие немножко оголтелые, бешеные для того, что мы делаем. там, ты начал рисовать, и все, и тебя понесло. Ты знаешь, что там по четыре балкона у каждого, ты знаешь, что у тебя четыре балкона, и все, ты отключаешься. Ну, особенно, когда ты это делаешь там нелегально, да, ты не будешь там спускаться, обсуждать там, слушай, ну вот здесь, вот там. И мы просто бегали, делали быстро-быстро-быстро. Ты, ну, многие называют граффити видом спорта, да, то есть, как бы, это все спорт, это там физическая нагрузка, кардионагрузки, там, бег, стресс, там, и так далее. Там вот было по-спортивному очень, достаточно все быстро и хорошо, на мой взгляд. Я тех, которые там написал, я придумал уже после того, как мы нарисовали все свои куски, свои граффити, это просто так, как бы… Все мои тексты и какие-то там доп-тексты, какие-то доп-символы, которые добавляю к рисунку, они иногда приходят вот в момент. Ну, это же Петербург, город Крым, надо бывать на них, наверное. Слушай, ну, быть граффитчиком, бояться ночи – это, как бы, вообще не вариант. Кто там не будет мусорить? Ну, если быстро сделаешь… Ну, там, ты думаешь, не стоит вот, блядь? Нет. Между Дуста и Пашком. А, нет, там-то вообще без проблем. Ну, я там… Мы просто хотим повисеть, наверное, здесь. Просто если сразу суета начнется… Да, я патриот. Я с 15 лет практически ежедневно нахожусь в центре города, несмотря на то, что живу в пригороде. И мне не надоело до сих пор. Я прям люблю Питер. Хотя мое творчество иногда оскорбляет петербуржцев, и меня часто обвиняют в том, что я слишком скептически настроен к петербуржцу. Нашей апатии, лени, такой… вялости. Ну, я такой, это иронизирую ребят, так сказать. Даже я сам такой, по сути. Ну, как говорится, запалили и понеслась. Ну, смотри, я смотри, что на самом деле… Не, никакой подготовки. Только приставим. Недостатка в местах нет, в питье. Это колопинские чуваки. Можем пройти. Уходим. Не вопрос. Я просто... Я бы написал текста два-три, типа, на стене и отскочил. Олег. Это московский концептуальный художник. Очень интересный. Ну, как... Все в голове. И очень много... Ну, процентов 70 работ сделано именно... Видишь место и делаешь работу. Ну, изначально, да, для меня важна была мимика человека, который рисует. Да. То есть... Для меня это было интересным того, что... То есть большинство уличных художников или граффити художников, которые рисуют, они не всегда показывают свое лицо. И тем самым я, как бы, убиваю, как бы, вот эту вот возможность не показать лицо, потому что я не фотографирую их рисунки, я фотографирую их только мимику. В принципе, позиция вот эта вот, как бы, скрывать свое лицо я придерживался какое-то время, а потом, как бы, те вещи, которые я, например, делаю, то есть, да, они не... В них нет никаких агрессивных смыслов. Ну, как бы, меня не сильно этот вопрос напрягает. Ну, типа, лицо, без лица, типа, пофиг. Насчет скрытия лиц, ну, правда, честно, надоело. То есть уже хватит. Я понимаю всю, всю ответственность, которую там я на себя беру, и... Честно, хорош. У меня нет цели украсить город, а то, что я делаю, это не об украшении. Граффити появляется там, где город дает трещины. Сейчас 2020 год, и важнее все-таки высказанными. Нет, ну, Максим, ну ты не умеешь рисовать, блин, камон. И мы живем в тот момент, когда русский стрит-арт, он сейчас, как мне кажется, самый сильный в мире. Потому что нам есть о чем говорить. Спасибо большое. Моя маленькая дочь просила меня давно, чтобы мы завели собаку. Теперь она у нас есть. Вы меня очень выручили, что мне пока не придется настоящую заводить. Всем огромное спасибо. Мне очень лестно находиться сегодня здесь. Очень приятно было получить все эти подарки. Я их пока не разобрался, к сожалению. Всем респект и будьте внимательны на улице, наблюдайте за искусством, создавайте искусство. Мне вообще немножко чуждо понятие успеха, потому что, ну что такое успех? Ну да, я курирую проект, и я получил там… Я могу получить еще какую-то премию, но… И сидеть без денег, например. Могу, например, продавать холсты втихую, дорогое, но у меня мало кто будет. Таких примеров полно. Человека особо никто не знает, но у него крутые картины, его хорошо продают. Круто, да? Все, что сейчас происходит в интернете, как бы столько… Люди потребляют очень много информации, но такое ощущение, что им надо еще больше, да? А тем, кто ее создает, им надо еще больше ее создавать. Здесь, во-первых, не ценят за былые заслуги. Никого не волнует, если ты рисовал давно, и такой выходишь козырем после семилетнего перерыва, и говоришь, да я… Когда вы под стохой, не волнует. Я тебя не знаю, тебя нет, тебя не видно. В граффити нет цены былым заслугам, и достаточно долго надо подтверждать свою компетентность, так скажем. Поэтому это не такой легкий путь, как кажется. Мне всего 33, всего, на самом деле, да. Художник считается молодым до 35 по всем критериям, вроде как. И я хочу рисовать, я не хочу об этом говорить.